В чем проблема? А так он обычный стул, такая же вода, тем же моется. Представители духовенства не разделяют идеи сертификации подобных предприятий. Более того, духовный мир оказался в стороне от халал-стандартизации. Халал-СТО, понимаете, это уже в рамки в целом не входит, это уже излишнее. Никакого отношения, допустим, то, что вы сказали насчет кондиционеров или станция технического обслуживания никакого отношения к шариату не имеет. К сожалению, нас они не привлекают. Поэтому я конкретно, кто занимается этим, какой орган, к сожалению, я не знаю. А это самый первый мясокомбинат, получивший заветный сертификат халал. Здесь занимаются изготовлением копченых и вареных колбас. Сырье для колбасной продукции получают где-то на стороне. Мясо есть свои поставщики, которые люди закупают живой скот. В дальнейшем они специально работают для нас, режут этот скот, поставляют мясо сюда. Коммерческий директор уверен, что мясо самое, что ни на есть священное. Над каждым животным произносилась молитва и забой происходил не на глазах остального скота. У этого предприятия свои требования. Так как сами мусульмане, производим халал, так же никаких не должно быть, как это сказать, ну вот, типа воровства там или говорить неправду. Такие вещи тоже неприемлемы для нас. То есть, когда берем работников, мы именно руководствуемся вот такими вот критериями. Во-первых, честность, чтобы был чистый, чистоплотный. А так в технологическом плане, ну, то есть, отличий каких-то нет. Что касается производимой продукции, то существуют группы консервантов, красителей, либо вкусовых добавок, которые разрешены исламом. Есть специи с...